Так, финская телерадиокомпания, Юля. Вот вопрос министру Лаврову. Все-таки, когда вот эти события, то, что происходит с Алексеем Навальным, вот это подавление протестов, они сказываются на отношения между Евросоюзом и Россией. И Евросоюзу и России очень трудно найти такую общую точку зрения, найти вопросы. Не будет ли это сказываться также и на отношениях между Финляндией и Россией, так как Финляндия все-таки является членом Евросоюза. И вопрос министру Хависту, какую весть или какой посыл вы будете нести туда, в Евросоюз, после вот этой встречи с господином Лавровым, именно касательно Алексея Навального. Что касается незаконных акций, которые состоялись в Москве, Петербурге, в других городах России, и в которых приняли участие некоторые дипломаты стран-членов Евросоюза, мы не раз уже на эту тему Евросоюза все разъясняли. Венские конвенции о дипломатических сношениях, наши двусторонние консульские конвенции с странами Европейского Союза предполагают, что дипломаты имеют привилегии, имеют иммунитет, за исключением тех случаев, когда они вмешиваются во внутренние дела страны пребывания. А комиссия ООН по международному праву в своих комментариях разъяснила, что самым ярким примером вмешательства во внутренние дела в способом, несовместимым с дипломатическим иммунитетом, является участие в публичных мероприятиях в стране пребывания. И если организаторы этих акций открыто с экранов компьютеров, телевизоров, заявляют, что мы знаем, что нужно запрашивать разрешение на такого рода акции, но мы специально разрешение не будем запрашивать, просто выходите на улицу. Поэтому дипломаты, когда они выходят на улицу в этой ситуации, да еще и в условиях действующего указа мэрии Москвы, связанной с запретом на подобного рода публичные мероприятия в условиях пандемии коронавируса, я думаю, дипломаты прекрасно знали, что они не выполняют свои функции по Венским конвенциям, а вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дипломаты подавляющего большинства стран Евросоюза не пошли по улицам гулять, как к этому призывала оппозиция. Значит, они понимали, о чем идет речь? Что касается вопроса о том, как вся эта ситуация влияет на наши отношения с Финляндией, если вообще влияет, я отвечу, что никакого негативного воздействия на наши тесные двусторонние сотрудничества, на сотрудничество в рамках региональных структур на севере мы не ощущаем. Да, мы услышали то, что наши финские коллеги, как и коллеги из других стран Евросоюза, всегда привозят с собой. И, оценивая вот те вопросы, которые сейчас, как Хавист озвучил, мы понимаем, мы знаем, что это редактируется, пишется в Евросоюзе, в Брюсселе и является предметом консенсуса. Но мы слышим это достаточно регулярно и практически слово в слово. Поэтому, если есть такое решение в организации под названием Евросоюз, мы это воспринимаем как данность. Поэтому в ответ на зачитывание вот этих вот проблемных вопросов мы даем ответ, а главное, главное, показываем, как тот же Евросоюз последовательно, старательно, изощренно уходит от каких-либо конкретных дискуссий на основе фактов, а не на основе тех вот обвинений, которые часто в наш адрес выдвигаются по поводу и без. Это никак не сказывается на торговлю, взаимные инвестиции, на культурные мероприятия, на взаимодействие в сфере науки, образования, туризма. Это то, как раз, что нужно нашим гражданам, а не те или иные оценки той или иной ситуации, которые по большей части являются просто предметом такой геополитики, а не реальной жизни. Я сказал, что я не вижу никаких последствий для двусторонних отношений между Россией и Финляндией в результате той линии, которую Евросоюз проводит последние 7 лет и которая, как я показал на конкретных примерах, привела к фактическому разрушению всей конструкции отношений, того, что мы понимаем под отношениями между Россией и Евросоюзом. Я сказал, что я не знаю, что ли они продолжают, если, 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 если... были в одночасье разрушены, как я уже сказал, в 2014 году. И ничего, это был не наш выбор, но мы вынуждены были учитывать это в наших повседневных делах, в том числе в наших отношениях с отдельными европейскими странами, в том числе с Финляндией. Я кроме коллективно принятых без каких-либо оснований нелегитимных санкций, другого влияния на отношения России с отдельными странами не вижу. Да, санкции, конечно же, ударили по товарообороту и по интересам бизнеса по обе стороны границы, но таков был выбор. Я напоминаю еще раз, когда эти санкции вводились, немецкий бизнес в частности призывал все-таки не рушить экономику и не делать экономику жертвой политики. А канцлер Меркель тогда специально взяла слово и публично сказала, нет, Россию надо наказать. И в этой ситуации политика должна определять экономику. Это было очень нестандартно для представителей Германии. Мы понимаем, что в Евросоюзе есть блоковая дисциплина и определенные ее проявления наподобие санкций, конечно, они влияют на наши отношения с нашими соседями, с другими европейскими странами. Но такова жизнь. Но повторю еще раз, на суть этих отношений, в частности российско-финляндских, на принципы, которые в основе этих отношений лежат равноправие, взаимное уважение, взаимная выгода и невмешательство внутренних дел, отсутствие нормальных отношений с Евросоюзом не сказывается. Спасибо.